Сегодня в Екатеринбурге, как и планировали синоптики, прошел второй день зимнего морозостояния, то есть второй самый холодный день в сезоне, этакая точка цельсионного экстремума Апофеоз. Но совершенно очевидно, что сегодня было чуть теплее, чем вчера, даже ночью от силы минус 32, а днем воздух реально прогревался в городе аж до минус 26, что по нынешним временам просто жара. И если вчера на минус 35 с ветром главным событием суперморозов стал утренний прорыв трубы, диаметром 150 мм в районе Малышево-Восточное, то сегодня в информационной повестке самым впечатляющим событием стало примерзание двери в самолете, которое приключилось тоже вчера. Случился этот беспримерный нонсенс в 7.40 утра в аэропорту Кольцова с лайнером авиакомпании Финейр А319, вылетавшим в Хельсинки. Цитирую по УРАРу, пассажира этого рейса. «У нашего самолета были проблемы с гидравликой, механикой и навигацией. Потом примерзла дверь, и мы выйти не могли. Два с половиной часа сидели в самолете». Конец цитаты. В аэропорту Кольцова подтвердили, что действительно задержка была вызвана техническими причинами. В 11.40 рейс был отменен. Часть пассажиров отправили другими рейсами. Остальные, видимо, смогут улететь в Финляндию завтра. Казалось бы, эко не видать. Самолет задержали. Но, друзья, тот, кто хотя бы час сидел в самолете, вместо того, чтобы гулять по дьюти-фри или гостинице, «Ангел». Тот поймет, что два с половиной часа просидеть в стоячем самолете – это ад. Про неучащихся школьников и незаведенные с утра машины мы, пожалуй, сегодня рассказывать ничего не будем. Вчера эту тему хорошо раскрыли. С тех пор ничего нового. Сегодня утром снова было легко и приятно кататься по разгруженным дорогам, если, конечно, ты завелся. Завтра эта шара, скорее всего, кончится. Метеорологи сулят прогрев до минус 23. Но подробный прогноз смотрите в конце программы. И если от бездушных машин обратиться к живым людям, которые, кстати, в отличие от железяк на колесах, прогноз погоды слушают и в курсе нынешнего обострения Цельсия, то среди хомо-сайпиенсов за все время лютых холодов, ну а по факту только за вчера, сегодняшнюю статистику еще подбивает, врачи зафиксировали 8 случаев обморожений и переохлаждений. Вот что сказали сегодня утром в пресс-службе Горздрава, цитирую. За последние сутки зарегистрирован один случай глубокого обморожения и еще 7 поверхностного обморожения и переохлаждения. Все пострадавшие разного возраста. Например, одну девушку-студентку забрали с остановки общественного транспорта. Она была слишком легко одета. Некоторые пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Конец цитаты. Глупо, наверное, апеллировать ко взрослым людям и учить их жизни, типа, если на улице холодно, то одевайтесь теплее или вообще не вылезайте из дома. А тем не менее, не всем доступны такие примитивные истины. Рассчитывайте силы на то, что автобуса придется ждать. Может быть долго. Рассчитывайте, что машина может неожиданно встать прямо на трассе. Ну и на посошок, если вернуться к главному вчерашнему морозному событию, прорыву воды на Малышево-Восточный, то перекресток ото льда очистили, движение транспорта запустили, трубу перекрыли. Однако водоканал к зашиванию дыры пока еще не приступил. Дело в том, что дефлорированная труба принадлежит предприятию «Урал Гипрошахт». И пока с ним идут переговоры о ремонте.